привет с вами ран 1 ноября 2012 года на берегу реки находят бездыханное тело девушки по имени фредерико ей было всего 16 лет у нее вывихнуто плечо куртка спущена ниже плеч и больше никаких насильственных признаков девушка находится рядом с озером и вся мокрая но когда ее нашли прошел дождь это важно других зацепок у полицейских нет поэтому они делают вывод что скорее всего она от остановки сердца дело в том что у этой девушки была врожденная аномалия сердца поэтому эта версия оказалась правдивой плюс в ее легких и животе не было воды соответственно ее вряд ли утопили но родители девушки будто чувствовали что что-то в этой версии не так и постоянно продолжали настаивать на дальнейшем расследование почему у нее вывихнуто плечо почему спущена куртка они требовали от полицейских ответы и не зря после этого полиция засуетилась и вызвала энтомолога это специалист по насекомым он им нужен был для того чтобы понять а контактировала ли девушка с этим озером она рассматривает различных насекомых и паразитов которые были в воде и которые в носу девушки и о чудо они совпадают они не могли перебежать по траве они могли там только оказаться в одном случае если девушки нос был в озере и он был эти микроорганизмы были только в голове девушки ниже нет то есть ее голову кто-то держал в озере до тех пор пока она не задохнулась подозрения сразу же пали на ее бывшего 24-летнего парня но это уже странно для меня это уже все улика что пацану 24 года он 16-летний встречается зачем я понимаю девушки то думают ой он полюбил меня потому что я особенная среди его одногодок таких особенных нет нет девушки очнитесь просто он одногодком на не нужен поэтому он ищет себе малолетку которой можно легко управлять но конечно же ваш парень не такой парня звали марку он был неуверенным в себе вспыльчивым и агрессивным и часто управлял этой девушкой просто в один момент федерико не подалась контролю и ушла от марка они не встречались примерно месяц и случайно встретились на общей вечеринке в честь хэллоуин федерико было с подругами надета в костюмы из заводного апельсина на этой же вечеринке и был марку который захотел поговорить и возобновить отношения с федерикой но у него ничего не получилось в конце вечеринки он предложил всех подруг отвезти домой и отвез их и потом остался наедине с федерикой там он снова поднял тему про отношения федерико сказала нет друг давай иди домой из-за этого он высадил ее посреди трассы ночного города он не довез ее домой просто бросил на улице и она сама шла по городу но видимо гнев марка был настолько большим что он потом вернулся за федерикой и подкараулил ее у озер где утопил это дело очень долго длилось потому что в нем было мало зацепок мало следов и благодаря насекомым все разрешилось и и хоронили почти всем городом потому что все были в шоке насколько это вопиющий случай марка посадили на 16 лет в тюрьму а фредерико уже никогда не станет старше то есть вы понимаете какие-то маленькие паразитики сыграли решающую роль в этом деле она бы могло быть нераскрытым именно сегодня мы поговорим об этих самых насекомых вы узнаете как едят мухи как человек может начать производить макароны своим телом что может из улитки сделать зомби могут ли паразиты жить в глазах и многое другое о маленьких тварях которых стоит бояться однажды одна девушка вернулась из путешествия по южной америке ей все понравилось но я не давала покоя 4 странных укуса на ее теле она переживала но не особо потому что вроде помнила как ее просто покусала муха но в какой-то момент на месте этих укусов случилось это если ее тело полезло что-то напоминающее макароны и она не стала это есть пока она теплая почему-то побежала сразу к врачу и правильно сделала в целом дело в том что в этом путешествии укусила инвазивная муха она отложила личинки прямо на месте укусов а они когда вылупились начали пожирать ее тело изнутри но иногда они ошибаются и случайно вылазят это и произошло с этой девушкой и часто такие мухи для взрослых людей безболезненны просто будет большой нарост который надо вырезать и выгнать этих личинок подальше но для детей это может быть вертельно за того что у детей не плотная черепная коробка личинки мухи могут попасть прям в мозг и такие случаи были зафиксированы для девушки закончилось все хорошо ей просто вырезали личинок обработали рану и отпустили домой но она в шоке от того что она видела как из нее вылазит что-то живое хотя если она рожала она это тоже видела ну ладно в общем она осталась в шоке ставьте мне лайк и пока ставите лайк напишите в комментариях какое насекомое или мелкую гадость вы ненавидите больше всего лично я почему-то больше всего боюсь сороконожек ну не знаю они меня просто пугают скоростью с которой они бегают количеством их ног и тем что они мохнатые еще в основном как-то мне от этого жутко хотя где-то в интернете видел информацию что сороконожки наоборот крутые ребята они там типа комаров убивают пауков если их видишь доме их не надо убивать но мне от этой информации не легче я надеюсь вы успели уже поесть до этого момента со всеми из нас был момент когда муха летала над едой садилась на нее и начинала как будто ее есть но проблема в том что мухи не едят как мы они пьют они не умеют есть они не умеют жевать не умеют только сосать чтобы мухи поесть ей нужно растворить еду для этого она выплевывает свой желудочный сок который начинает эту еду разъедать и потом пьет и и то есть если вы прогнали муху есть вероятность что на этой еде осталось ее можно сказать блевотина которую вы съедаете я после этого вообще не понимаю почему базары где вот рыбу вот так продают до сих пор работают мало того что там личинки мухи откладывают так еще и бабушка гоняет их целый день стоит а если она отошла что мухи все с позаражали не короче на рынках еду не беру почти все мухи любят откладывать свои личинки в темных и укромных местечках и делать они должны это исключительно на живом теле а где в теле человека укромное место нет не то что вы подумали я говорю об ухе в сша мужику муха отложила 100 личинок прям в ухо когда личинки вылупились они начали поедать его барабанную перепонку пока в какой-то момент он не оглох врач заглянул к нему в ухо и увидел 100 личинок мухи срочно пришлось проводить операцию вырезать этих личинок а прикол в том что они уже нацелились в сторону мозга и заползали с каждым разом все глубже и глубже если бы мужик не пошел к доктору они бы неизбежно съели часть его мозгов вот казалось бы такие маленькие существа сколько они говна делают в этом маленьком мире где всякие насекомые живут происходят вообще такие страшные вещи которые даже в фильмах мы не видим но вот посмотрите на льва он догнал зебру съел ее и все а там происходит жесть и вы сейчас поймете почему лейкохлоридий парадоксальный превращает улитку в зомби обычно яйца этих существ случайно съедает улитка потому что она ест все подряд когда она их съедает в ее животе вылупляются паразиты и начинают там дико размножаться параллельно выстраивая свой маршрут в глаза этой улитки в глазах они специально творят вот такую вот дичь на что это похоже напишите в комментариях а я вам отвечу на гусеницу паразиты специально превращают глаз улитки похожим на гусеницу делают это они для того чтобы птицы которые едят гусениц увидели это и съели глаз улитки цель этих паразитов попасть в живот к разным птицам таким как воробьи и прочее поэтому они притворяются гусеницы но не они они из глаза улитки делают это птица съедает там они уже начинают размножаться и просто жить а потом птицы их высирает и они опять лезут в улитку это бесконечный цикл трэша но сейчас для вас этот трэш станет еще страшнее потому что глаз улитки отрастает и паразиты опять заполняют его и птица опять съедает его так может продолжаться целый год год живет улитка с паразитами постоянно отращивая себе глаза но если паразиты уже могут делать такое с глазами улитки я думаю вопрос времени когда они из людей смогут делать каких-то забаков пару миллионов лет эволюции и люди тоже будут вот с такими глазами видите я не шутил когда сказал что там реально какая-то дичь это по-другому не описать бывает правда и странные случаи вот например морская макрица съедает у рыбы язык и становится на его место и она живет вот так всю жизнь имитируя рыбе язык рыба даже не знаю что у нее нет языка потому что вот эта макрица делает все как язык рыбы просто чуть-чуть подворовывает у нее параллельной еды а если рыба умирает макрица просто говорит все пока вылазит из рыбы и плывет искать новую у которой снова съест язык и снова продолжит этот цикл безумия единственное что делает это макрица защищается если попытаться достать она вас укусит за палец я думаю эти истории вам были не сильно страшными потому что они не касались людей ну чё там улиточку едят нет а что хорошо я вас понял знакомьтесь лолова это небольшие червяки белого цвета которые обитают в африке африканская большая муха который называет слепень является переносчиком этих паразит если она вас укусит у вас на месте укуса останутся личинки этой лолова из личинки появляются маленькие червячки которые могут путешествовать по вашему организму со скоростью 1 сантиметр в минуту такой червь может жить в человеке до 20 лет и человек даже не будет знать о нем этот червь еще и постоянно размножают на месте его стоянки будет большой нарост который врачи вырежут но какие-то маленькие особи все равно продолжат лазить по организму их очень сложно найти ведь они лазят абсолютно везде стал знаменитый этот червь тем что он может залезть прям в глаза и лазить по ним были случаи когда этот червяк прям по глазному яблоку лазил не сверху а где-то внутри и человек увидел но не мог никак достать почти всех страшных твари переносят мухи я тебя понимаю в каком костюме я буду ближайшие года выходить на улицу вот таком а как иначе и за паразитами реально нужно следить потому что если им дать волю они расплодятся до каких-то неимоверных масштабов до таких что они могут загасить любого человека этого парня зовут жуды верт он занимается тем что профессионально истребляет насекомых однажды его как обычно вызвали в дом луизиане в доме никто не жил всего лишь полгода и за эти полгода в нем завелись какие-то штуки похожие на ос наш мужик туда приехал и то что он там обнаружил он не видел такого никогда в жизни вот такой рой появился за полгода если бы мужик был не в костюме его бы ужалили тысячи раз ученые говорят что в этом месте появилось более миллиона особей я бы принял просто одно решение сжечь весь дом нафиг я бы испугался даже одной штучки а их там миллион этому жуды я понадобился целый день чтобы он избавил гараж от этих гадов но естественно какие-то единичные особи продолжили летать и ужалили хозяин думаю вы заметили что в этом выпуске я не рассказывал ни об одном насекомым из австралии я это специально оставил на потом потому что там ну вот такие гигантские пауки которые вот так ползают и короче еще трэш какой-то я лучше об этом потом расскажу в своем телеграме я выложил историю про девочку которая поплавала в озере а потом и было у нее в голове завелась амеба которая съела ее мозг стрёмные фото и больше инфы об этом случае в телеге но после такого я в озера не ногой а самый трэш что этого паразита не вывести и не заметить это вообще бактерия амеба она маленькая ну что я скажу в целом я не зря боялся всяких ползучих гадов сегодня только укрепился в своем страхе с вами был ранф пока